Пандемия коронавируса не покидает планету. Новые вспышки заболеваемости регистрируются во многих странах мира. Поскольку противостоять коварному вирусу с помощью вакцинации пока невозможно, в ближайшие месяцы наиболее разумной мерой, способной по крайней мере замедлить дальнейшее распространение коронавируса, являются тесты. Они помогают выявить инфицированных и, возможно, горячие точки распространения. Где и кому можно сделать экспресс-тест для выявления антител COVID-19 в материале Натальи Шестаковой? Сегодня для многих очень важно знать свой статус на заболеваемость COVID-19. Они не понаслышке знают коварство вируса, который шагает по планете с начала года и потому остерегаются подхватить его. Сейчас некоторые страны, которые отменяют карантин для въезжающих, просят предоставлять на границе результаты теста на коронавирус. Но какие именно тесты и где надо сдавать? Начнем с общедоступного теста на антитела, который сегодня можно сделать в двух поликлинических учреждениях города. В Пинской центральной поликлинике начато платное тестирование на определение антител к коронавирусной инфекции. Кроме того, это тестирование можно пройти на бесплатной основе по показанию доктора. Эти показания определяет во время приема лечащий доктор. И в зависимости от того, есть показания или нет, назначается это исследование. Сделать экспресс-тест на наличие антител можно и по собственному желанию на платной основе. Ответ выдается день в день. На платной основе все желающие могут пройти это исследование, если предварительно обратятся в регистратуру нашей поликлиники, расположенной на улице ИПД 48 или лечебно-диагностический корпус Западный на улице Брестская 108. Можно непосредственно обратиться в регистратуру поликлиники платную с 11 до 13.00, забор крови производится, или предварительно позвонить по телефону 30 07 41. Исследование платное, стоимость его 15 рублей 72 копейки. Многие болели этой весной респираторными инфекциями и наверняка задавались вопросом, был ли это COVID-19. В зависимости от состояния иммунной системы организма, после перенесенной инфекции развивается иммунный ответ. Определение антител к коронавирусной инфекции – это дополнительный метод диагностики, который больше, скажем, снимает страхи у людей. Переболели они этой инфекцией, либо они болеют, либо они заболевают этой инфекцией. Поэтому мы всем рекомендуем, чтобы снять вот этот груз незнаний, обращаться в нашу поликлинику. Если человек переболел коронавирусной инфекцией, как и при любой другой вирусной инфекции, в организме образуются антитела. Это белки, которые нацелены на белки вирусной клетки, они их уничтожают, и таким образом эти антитела некоторым образом еще циркулируют в организме. Как отмечают специалисты, иммунитет нестойкий и длится в среднем 2-3 месяца. Не сразу вырабатываются и антитела, через 2-3 недели от начала заболевания. После того, как инфекция в организме побеждена, некоторые из этих антител остаются в крови. Поэтому результаты теста всегда не стопроцентные и рекомендует доктор после интерпретации тестов, либо повторно сдать через неделю этот тест, для того, чтобы уже точно сказать, вы там заболеваете или вы переболели. При поездке за границу, в частности в Россию, если вы еще не болели коронавирусной инфекцией, нужно сдавать тест методом ПЦР – полимеразной цепной реакции. Эта процедура позволяет установить, присутствуют ли в организме болезнетворные микроорганизмы, и если да, то в каком количестве. Томазок берется из носоглотки, и у нас это только производится в Пинске на бесплатной основе по показаниям, а на платной основе можно обращаться в лаборатории Бреста и Минска. Это более такой, скажем, уже точный метод определяет острую фазу заболевания. А определение антител к инфекции коронавирусной – это уже, скажем так, постфактум. То есть человек переболел, у него выработались антитела, и он уже является незаразным. Продолжение следует...